Чемпионат России Чемпионаты в таком формате, с таким масштабом, с такой теплотой, с такой любовью к спорту, это, конечно, просто фантастически. И за это, конечно, отдельное спасибо хотели сказать федерации и Надежде Викторовне и Растовой лично, потому что это, конечно, дорогого очень стоит. Полностью ее заслуга. Да, это, по сути, полностью ее заслуга. То, что мы сейчас с вами стоим и разговариваем так же, а не дома сидим с масками. По зуму. Да, по зуму общаемся. Чемпионат России по зуму – это было бы что-то принципиально новое, но так все-таки лучше. Но про грандслэм мы уже думаем, если честно. Да, конечно же, лучше. И мы можем танцевать и наслаждаться любимым делом. Это, конечно, дорогого стоит. Как вы пережили вот эту вынужденную паузу? Как вы тренировались? Морально готовились к возобновлению сезона? На самом деле, очень хорошо пережили. То есть, у нас не было такого момента, что мы вообще не тренировались. То есть, в любом случае, находили всегда моменты либо дома, либо все равно выезжали в зал рано утром в масках, в перчатках. Выходили из ситуации. Как могли? Да, то есть, мы, конечно, это дело не забрасывали, а двигались вперед. Ну и также у нас, конечно, есть, ну, как бы здесь, что греха таить, преимущество, в принципе, мне кажется, небольшое с нашими иностранными коллегами. Потому что у них там немножко ситуация похожа, чем у нас. Вот. Ну, как бы, вот, это большой плюс. Безусловно, да. Когда международные соревнования начнутся, опять же, будет некоторая фора, возможно. Мы, конечно, очень этого ждем. И очень надеемся. И очень надеемся, да. Главное нововведение сегодняшнего чемпионата России – это бейзик-презентация. Как вам эта идея, как вам удалось воплотить ее в жизнь? На самом деле, отличная идея. Мы давно ждали что-то подобное, да, чтобы чемпионат был такой более интересный, более насыщенный. И, конечно, мы получаем удовольствие от этих моментов. Бейзик – это основа. В лишний раз показать свое качество. Да. Это, в принципе… Каждой паре. Это абсолютно согласен. Много времени готовили дополнительно вот именно эту презентацию? Да, целый день. Нет, на самом деле, у нас очень много разных комбинаций. Начал, окончаний. То есть, мы вариацию умеем постоянно, поэтому для нас это не составило такого прям большого труда. Но чуть-чуть подготовились, конечно. Почему нет? Так, музыку разложили. А если бы танец бейзика можно было бы танцевать на выбор, вы бы какой выбрали? Факстрот. Факстрот. Вам подфартило в этом плане? Да. Да, это точно. Это точно. Что сложнее? Первый раз завоевывать титул или отстаивать его? Отстаивать всегда сложнее, на самом деле. Да и завоевывать тоже. Просто не бывает никогда? В нашем случае нет. Да, в нашей карьере, мне кажется, ни одного простого турнира не было, в принципе, поэтому… И мы к этому привыкли, и на самом деле это даже плюс, потому что у нас всегда есть мотивация. Да, спасибо нашим соперникам за это. Кто помогает вам готовиться к соревнованиям, кто вас поддерживал сегодня? Расскажите о вашей команде. Ну, поддерживали нас ребята, соответственно, да, наши родители, наши ученики, наши друзья, наши компаньоны, то есть очень много людей со всех разных уголков с России. Спасибо им большое за это. Вот. Команда, которая нас подготавливала, она очень большая, наверное, даже не хватит эфира, чтобы это все сказать, потому что каждый человек вносит что-то свое в наше творчество. Да. Так что спасибо большое нашей большой-большой команде. Ваши ученики вместе с вами пережили, как я понимаю, этот трудный период, были верными, вернулись после вынужденной паузы также. Да, потерь не было замечено, поэтому в этом плане было все хорошо, да. Это замечательно. Спасибо вам большое. Желаем вам прекрасного танца, прекрасных результатов в дальнейшем. И спасибо за интервью. Спасибо. 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 Продолжение следует...